Всем привет, с вами Дед! И как вы можете заметить, я просто обожаю клавиатурные смартфоны, коммуникаторы, планшеты. Вот я люблю физические кнопочные клавиатуры. Это прям моя страсть в каком-то смысле. И долгое время я, как вторым телефоном, пользовался вот этой вот замечательной Nokia E7. У неё просто невероятно удобная клавиатура. Сам смартфон достаточно компактный, но при этом у него большой экран и удобная раскладка. И я часто много печатал что-то, какие-то тексты на этом телефоне. И сценарии, и какие-то свои рассказы, и лекции в универе. Было прям классно. Смартфон долго жил, на нём всё удобно видно. У него есть отличный офис с коробки. Круто. Но в какой-то несчастный день случилась беда всех этих устройств. Она постигла и мой аппарат. А именно, микро-USB разъём начал давать дубу. Это происходит со всеми E7, потому что это единственный интерфейс здесь. Он используется для зарядки и для синхронизации. Мне пришлось в итоге отложить этот несчастный смартфон на полочку, где ему, собственно, наверное, и место. Но совсем без клавиатуры в кармане я не могу. Мне надо работать с текстом. И я начал пытаться искать какие-то альтернативы. Какое-то время я ходил с этим HTC Geralt, обзор на который у меня есть на канале. Его клавиатура тоже неплохая. У него тоже здесь офис из коробки, потому что это Windows Phone. Но клавиатура чуть более специфическая, а также куда более мелкий экран. Ну, норм тема, но не идеал. Какой-то момент я хотел погонять за этим вот Sony YOP. Но его батарейка оставляет желать лучшего, потому что он буквально пару-трое часов живёт на его родном аккумуляторе. Можно купить расширенный, но тогда, собственно, вся компактность, портативность пропадает окончательно. Тоже не варик. И всё, я что-то выбирал, смотрел какие-то варианты. И вдруг вспомнил, что мой товарищ Кирилл Морозов продаёт свой Gemini PDA. Это, собственно, такой вот карманный портативный коммуникатор с функцией звонков, в том числе на андроиде. И он является наследником вот этого вот Psyon MX5 в плане клавиатуры. И я хотел его прям уже взять. Он его продавал за не очень большие деньги в целом. Но у Gemini PDA есть нюанс, который заключается в том, что неудобно с него звонить. Это можно делать, но это делается странно. То есть вы вот таким образом закрываете устройство. Здесь находится только динамик с микрофоном. И всё. Нужно как бы вслепую... Я обосрался. Он мне начал что-то рассказывать сейчас. В смысле? В смысле я звоню? Да никому я. Всё, я на диктофон свою запись включил. Я рассказываю что-то. Я что-то рассказываю. Я рассказываю что-то. Блин, я чуть не умер сейчас. Проблема заключается в том, что звонить с Gemini PDA несколько неудобно. То есть в расцессовом состоянии это у нас такой типа маленький ноутбук. А чтобы позвонить, нужно его закрыть. И с наружной стороны располагается только разговорный динамик и микрофон. И мы разговариваем вот таким вот образом. То есть это недостаточно удобно. Но я уже почти было смирился с этим компромиссом. Как вдруг случилось чудо. Каким-то неизвестным образом мне на глаза попался наследник этого Gemini PDA. Так называемый космокоммуникатор. Он стоил каких-то бешеных денег. Но к черной пятнице он продавался с 50% скидкой в версии с японской раскладкой клавиатуры. И я посидел, подумал и понял, что разница в деньгах не такая большая. Но зато у Космо есть внешний экран. Который позволяет куда более удобно взаимодействовать с этим устройством. И я понял, что это знак. Что мне нужно собрать все свои деньги, кинуть их в экран. И я сделал это. Заказал свой космокоммуникатор. И получил его. Вот он. И сегодня я хотел бы максимально подробно рассказать вам об этом невероятном и интересном устройстве. Я проходил с ним уже на сегодняшний день где-то уже полгода. Я изучил буквально все моменты, все нюансы, которые только можно было здесь выклупать. И хочу поделиться всей этой информацией с вами. Так что давайте начинать. Но для начала. Как я сказал, информации у меня много. Поэтому, чтобы не запутаться ни вам, ни мне, я разобью всю историю на небольшие блоки. Чтобы было просто понятнее ориентироваться. Окей, все, погнали. Когда я показывал людям в интернете, просто своим товарищам этот смартфон, все задавались одним вопросом в первую очередь. Где его взять? Я, собственно, заказывал его с сайта производителя, с Planet Computers, с их официального интернет-магазина. Просто заплатил им денег. И мне почту его отправили. Ничего дополнительного ни за таможню, ни за почту я не переплачивал. То есть, вот эти вот 30 тысяч рублей, я не помню сколько это в доллар это было. Я просто раз его заплатил. И все, мне курьером прислали этот смартфон. Я у Кирилла Морозова спрашивал, как долго он ждал свой Gemini PDA. Потому что он убрал, по-моему, предзаказом аж. И он сказал, что его посылка шла где-то месяц. Что как бы долго. Ну, я был к этому готов. Это был ноябрь месяц. Я как раз подумал, дай-ка закажу его себе на Новый год. Собственно, я заплатил. И думаю, что через месяц раз к Новому году, надеюсь, придет. В итоге, этот товарищ доехал мне за 8 дней. То есть, от момента, как я нажал кнопку оплатить. До момента, как вот это вот устройство появилось буквально у меня в руках. В общем, доехал он невероятно быстро. Порой посылки просто по Москве, по России так быстро не доходят. И это, конечно, невероятно. Но сами невероятно находятся внутри. Так что давайте посмотрим. Приехало устройство в вот такой вот интересной коробочке. И знаете, с одной стороны, кому какое дело до упаковки. А с другой, я достаточно давно не встречал уже какого-то интересного и креативного подхода к упаковке собственного устройства. И с одной стороны, какая разница, с другой, ну блин, это ведь тоже своего рода опыт интересный. И приятно, когда люди запарились. То есть, здесь мы видим просто картинки, всякие его фишечки. Типа, что он мощный, портативный, приватный, продуктивный. Cosmo by Planet. Всё ясно. Снизу у нас здесь какая-то небольшая сервисная информация. Штрих-код. Туда-сюда. Сверху мы видим крышку этого устройства. И это не просто так. Открывается коробочка вот таким образом. Она здесь закреплена на магнитах. И мы видим устройство в открытом состоянии. Так как будто бы он настоящий. Вау! То есть, я реально офигел, когда впервые его открыл. Типа, блин, это же прикольно. То есть, у нас вот открытый телефон. И закрытый. Классно. А когда мы открываем вторую ячейку, мы видим, собственно, наш невероятный космокоммуникатор, который запакован в такую вот плёночку. Мы его из коробки достаем. Как делают все блогеры, откладываем в сторону. Что в комплекте? Комплект не прям шутка богатый, но коробочка, как я сказал, просто красивая. Здесь пластиковая ванночка. Дальше у нас такой вот конвертик, где располагается иголочка для открытия лотка SIM-карты. Внутри у нас сервисный мануал, плёнка, которая была наклеена на самом устройстве. Я просто снял. А также, лол, наклеечки, как в айфонах, ребята. Наклеечки с планетками. Это же прикол. Я их, конечно, не клеил, потому что не знаю куда. Но это типа забавно. Ну и такой вот коротенький мануал, в котором у нас примерно сказано, как пользоваться с этим устройством, как его включить. Какая-то базовая информация. Но сразу скажу, информация далеко не вся. То есть здесь буквально вот, кстати, симки, как его включить. Но часть приколов, как взаимодействовать с этим устройством, вам придётся смотреть либо где-то в интернете, либо изучать методом тыка самим. Чем я, собственно, и занимался. Большую часть времени. Вот такой вот конвертик. А здесь у нас в таких аккуратных коробочках располагаются блоки питания. Блок питания. У меня это японская такая вот вилка плоская. Потому что я брал японский аппарат. Если бы он был европейский, или там специально российский, вилка была бы нормальная. То есть они подбирают вилку под вас. Обычный блок, 5 фольда 2 ампера. Ничего такого специфичка. Здесь, кстати, внутри видно прорези под разные вилки. То есть коробочка универсальная. Вот. А во второй ячейке располагается, собственно, кабель USB Type-C. Я его не распаковывал, пользуюсь своим. Но норм кабель вроде обычный. Производителям заявлено, что устройство поддерживает быструю зарядку. Но быстрая зарядка в понимании производителя, это, собственно, и есть вот эти вот самые 5 вольт 2 ампера. То есть какой-то квик-чардж, Qualcomm-овский или что-то типа того, он не поддерживает. Но в целом и этого достаточно. Но это еще не все. Когда мы снимаем вот эти вот транспортировочные пленочки с нашего устройства, отдираем спереди вот эту вот историю, нас здесь встречает, ребята, тряпочка, чтобы протирать наш замечательный аппарат. И, ну, блин, классно же. Такая мелочь, а приятно. Вот она причем по размеру как раз вот под клавиатуру специально сделана. Что тут по железу? Знаете, с одной стороны, кому какое дело, какое железо внутри аппарата в 2022 году? У нас здесь уже миллион гигабайтов, миллиарды гигагерц, все супербыстро и крутое. А с другой стороны, железо здесь в целом реально неплохое. Это 6 гигов оперативной памяти, 128 гигабайт накопитель, и это единственная вариация. А также можно память расширить за счет карт памяти. Здесь какой-то медиатековский процессор, какой-то очень классный, замечательный, но модель я не помню, да и какая разница. Вот. Есть камеры спереди, сзади. Собственно, клавиатура. Аккумулятор емкостью 4200 мАч. Производителям заявлено, что этих 4200 мАч будет достаточно для суток автономной работы. И знаете, зараза, не соврал. Реально, больше, чем на сутки работы мне не удалось растянуть этот телефон, что бы я ни делал. То есть, вне зависимости от сценариев использования, сутки работы стабильно. Больше нет, меньше можно постараться. Слот для карты памяти гибридный. Сюда можно поставить либо две сим-карты, либо одну сим-карту и карту памяти. Но при этом смартфон поддерживает E-SIM, то есть, вторую сим-карту можно активировать как электронную и радоваться жизни по полной. Что по интерфейсам? На интерфейсы внешние устройства реально богато. А спереди у нас вот этот внешний экран с многофункциональной кнопкой, которая также совмещает себе сканер отпечатков пальцев. Прикладываем палец и видим здесь что-то. Камера, разговорный динамик. Здесь не динамик, это просто решеточка для симметрии. Сам динамик находится снизу, ну или с правого бока, смотря как смотреть. С этой же стороны располагается первый USB Type-C и аудиоджек. С этого торца у нас только надпись Planet Computers и сверху и сверху или справа у нас здесь второй USB Type-C, дополнительный микрофон для шума подавления, а также универсальная кнопка. Это не кнопка, не совсем кнопка включения, но она просто называется вот по документации Silver Button. Собственно, серебристая кнопочка. Сзади ничего, кроме какой-то красивой информации. Ну и, собственно, все. Также у нас здесь по бокам расположены стереодинамики, достаточно громкие, классно, замечательные. Очень они мне нравятся. Когда мы открываем устройство, мы видим 5,7-дюймовый экран разрешением Full HD. Там 2000 с чем-то, на самом деле, на 10-8, потому что экран имеет соотношение 21 к 9, такой вот вытянутый, современный. Вот это да. Здесь также у нас веб-камера. Ну, она есть. И датчик приближения и освещения. И, собственно, главное, за что покупается это устройство, его QWERTY-клавиатура. Она имеет 5 рядов. Здесь места хватило практически для всех нужных клавиш. Русские кнопки, ну, вы их, конечно, не видите, потому что у меня здесь японская раскладка, но программно можно выставить любую, какую вы хотите. То есть русские кнопки не так много переместилось на дополнительные, и в целом пользоваться ей невероятно. Об этом мы еще с вами попозже поговорим. Собственно, это, пожалуй, все. Из беспроводных интерфейсов здесь у нас, конечно, Bluetooth, Wi-Fi, который поддерживает также частотой 5 ГГц, LTE, 3G, все, короче, блага человечества. Также есть NFC-у устройства, NFC-у антенна располагается на внешней стороне. Вот тут. То есть можно прикладывать, платить через Google Pay. Вы помните Google Pay? Я вот помню. Можно было прикольно оплачивать. Также забыл сказать, что внешний экранчик у нас, хоть и небольшой, но он сенсорный. Он сделан по технологии AMOLED. У него не очень большое разрешение и низкая скорость отлика, но для функционала, который здесь заложен, этого в целом достаточно. Здесь у нас две кнопки, которые подсвечиваются светодиодами в зависимости от ситуации. Также есть светодиоды сверху и снизу, которые тоже можно настроить. Они работают как для уведомлений, так и для просто развлекух. Вот. То есть, ну, например, если мы откроем звонилку, эти кнопочки у нас перекрасятся в зеленый и красный для отбоя или приема вызова. Ну, то есть, все примерно понятно. можно выдавать штурку уведомлений, а в внешнем экранчике я тоже вам чуть позже подробнее расскажу. Насчет Type-C. Их здесь две штуки не просто так. Ну, во-первых, да, можно заряжать с любой из сторон, но разъемы немножко отличаются между собой. Да, заряжать можно через любой из них, но лишь правый ну, или нижний поддерживает быструю зарядку так называемую, то есть, 2 ампера жрет. Верхняя зарядка потребляет только 1 ампер через себя. При этом оба интерфейса поддерживают внешний ОТГ. То есть, можно подключать себя флешки, мышки, клавиатуры, любые интересующие вас устройства. Также этого устройства можно вводить картинку по HDMI. Да, вот правый Type-C или верхний, он через переходник вводит картинку, но только он. То есть, другой этого не может сделать. То есть, можно взять переходник, воткнуть и смотреть собственно видео. Или какие-то еще приколы. вот. И что самое любопытное, если у вас устройство село в нулину, то есть, прям выключилось по полной, зарядить вы его можете только через нижний разъем. Почему? Не знаю. Какой-то у них вот приоритет есть. То есть, если простое устройство работает, можно заряжать как угодно. Если оно выключилось, то только через нижний. Вот такие вот интересные нюансы. Своей клавиатурой и форм-фактором в целом устройство мне напоминает больше всего Nokia Comunicaor. Я думаю, название выбрано было неспроста и реально ребята ориентировались в том числе на эти серии. Также есть прикольный Toshiba, который тоже есть в внешнем экране. Экранчик очень по функционалу напоминающий нашего сегодняшнего гостя. Но ориентировались ребята в первую очередь на Psyon MX5. Собственно, насколько я знаю, дизайнер Psyon возглавляет или принимает активное участие в команде, которая работала над космокоммуникатором. В целом работает в плане компьютера, то есть разрабатывает их устройства. Поэтому клавиатуры здесь практически идентичны. Клавиатуры их полностью идентичны по раскладке, по расположению клавиш. То есть даже вот этот пустой элемент здесь даже сохранили. Здесь, в слове, расположен еще один спинтодиод. И по функциональности клавиатура очень похожа. Единственное, что у Psyon кнопки на самом деле казалось куда более тугие. Клавиатура Cosmo достаточно мягкая, приятная, имеет тактильный отклик, собственно, ну, то есть просто как кнопки, так же можно настроить вибрацию, чтобы она еще на вибро реагировала. Экранчики у них тоже вытянутые, как и у его прародителя, у его деда, так сказать. Этот экран также сенсорный, только у Psyon понятное дело это была резистивная матрица, управлялась стилусом, здесь у нас все реагирует по-современному на обычный палец. Все как бы как все привыкли. У Psyon механизм закрытия крайне любопытный. То есть, видите, когда мы закрываем клавиатуру уезжает вовнутрь и вот таким образом это выглядит в закрытом состоянии. У Cosmo механизм тоже чудной. А в открытом состоянии у нас здесь образуется вот такой вот горб, который играет роль так сказать подставки, чтобы в открытом состоянии устройства можно было пользоваться. И это действительно работает. Но при этом это также и часть корпуса. То есть, механизм достаточно простой. то есть, это вот именно такая вот согнутая согнутая ксок металла. Здесь у нас прорезиненные ножки, чтобы устройство по столу не ездило. Ножки, слово только вот здесь. На нижней части их нету. Интересно, видно будет? Нет? То есть, мы закрываем, часть корпуса соединяется со всей стальной частью и вот у нас такой вот монолит. Когда мы открываем, у нас образуется вот подставка. При этом сами по себе петли не имеют какой-то жесткой фиксации, как, например, это было в том же, например, в той же E7. У E7 нет, у нее свой чудной механизм. Она открывается и тоже вот фиксируется, никак не регулируется. Но у некоторых коммуникаторов тех лет или у ноутбуков тех же, у них была более толстая петля с фиксацией хода. Можно было выставить какое угодно удобное вам положение. Поменьше, побольше открыть или открыть по полной, пожалуйста. Здесь мы такого удовольствия не имеем. Петли самые простые, самые тонкие, чтобы сохранить габариты, поэтому на ходу устройство немного вот так вот люфтит. Если его потряхать, оно будет трястись. Но когда мы держим его в руках вот таким вот образом, это проблемы не составляет никакой. То есть мы его взяли и погнали. Можно пользоваться с кайфом без негатива какого-либо. Главный вопрос, который, наверное, всплывает в первую очередь предвыкать на это устройство, как им вообще пользоваться в повседневной жизни. Все-таки это Android-смартфон, основное ваше устройство. Если это был бы какой-то второстепенный девайс, типа я ходил с той же Nokia E7, вопросов нет. Но это основное ваше мое устройство. У слайдеров мы можем просто закрыть и иметь обычный моноблок. У каких-то устройств вот такого типа тоже есть свои фишки. Допустим, тот же iMade может вот так вот вывернуться и тоже превратиться в привычный моноблок. У Nokia серии коммуникатор, как вы помните, при закрытии крышки у нас у меня коммуникаторов нет, к сожалению, у них был полноценный собственно телефонный блок с экраном, с кнопочной клавиатурой, чтобы пользоваться привычными телефонными функциями, совершать звонки, отправить смс и все такое. И здесь у нас есть такой вот гибридный формат, гибридное решение, заключающееся в этом маленьком экранчике. То есть, если я хочу позвонить, посмотреть уведомления, совершить какие-то быстрые действия, мне не нужно открывать устройство, чтобы их сделать. У меня для этого есть вот этот внешний экран, причем это не просто экран какой-то, это на самом деле отдельное устройство со своим мозгом, называется он коди, этот блок. У него собственно экранчик и некоторые свои мозги, также он отвечает за камеру, за этот вот сканер с кнопочками. Интересная штука, что она может делать? Самое банальное, показывает вам время и ваше уведомление. У нас здесь не все сыпятся в виде пиктограммах, можно нажать, полностью прочитать, пролистать и либо открыть его, тогда он будет вернуться на основной экран и провести взаимодействие, либо закрыть уведомление, либо просто свернуть обратно. Также мы можем вытягивать здесь шторку и управлять беспроводными интерфейсами и быстрыми настройками, так же как мы это делаем преимущественным образом в обычном андроиде. Включить Wi-Fi, Bluetooth, LTE, передача данных, режим без звука и все остальное. Также по нажатию этой левой кнопки они работают таким образом. Левое открытие меню, правое это как бы назад. То есть мы открываем эту дополнительную менюшку и здесь можем выполнять следующие действия. Мы можем совершить вызов, здесь у нас полноценный журнал вызовов, клавиатура маленькая для набора номера, либо контакты, можно позвонить избранным контактам, либо любым. Они всех синхронизируются с вашего основного мозга. Также можно запустить камеру для того, чтобы снять себя, так сказать. Отклик у экрана очень-очень низкий, то есть картинка прям лагает, но в целом для того, чтобы сделать фотку вот таким вот образом этого достаточно. Можно включить или выключить вспышку и сделать снимок. пинг, привычный звук, картинка сохранена, то есть можно так делать какие-то себяшки, ну прикольно. Таким же образом можно запустить видеокамеру и здесь уже отслеживать чуть сложнее, потому что как я сказал, отклик у камеры невысокий, то есть картинка прям как будто была лагает. Она цветная, полноценная, но видите тормозит. снимать видео таким образом странно, но в целом это тоже работает. Я таким ни разу не пользовался, но функция есть, почему бы нет. Также можно управлять самое мое любимое это управлять медиа, то есть если у нас запущена какая-то музыка или видео, мы можем переключать треки, регулировать звук и нажимать play-pause. Мы также видим обложку, то есть если я сейчас что-нибудь включу, ну допустим, я включаю аудиодраг и видите, вот у нас обложка появилась, плеер можем им управлять, причем подтягивают сюда по-моему любые плееры, то есть даже YouTube если его свернуть и он будет играть в фоновом режиме, им тоже можно будет управлять в экранчике, то есть музыку и вот такое фоновое видео переключать можно без проблем. Это реально очень удобно. Также здесь у нас есть запуск диктофона, ну то есть просто диктофон включили, звук пишется. Наверное, это какая-то отсылочка на Psyon, у которого есть быстрые кнопки, которые также позволяют включить такую секретную шпионскую аудиозапись, а потом ее прослушать. также у нас можно включить фонарик, включить и выключить устройство, то есть просто обычное меню перезагрузки и какие-то базовые настройки. В настройках здесь регулируется блокировка, то есть нужно ли блокировать внешний экранчик, если у нас заблокировано Android, если да, то мы тоже должны, чтобы начать взаимодействие, нужно будет приложить палец или ввести пин-код, регулировка яркости, ориентация, то есть основная, она вертикальная, можно поставить горизонтальную либо по гироскопу, мне больше нравится вертикальная, поэтому я ее себе зафиксировал, заблокировал текст уведомления, размер его побольше, поменьше и все, то есть какие-то базовые настройки можно подредактировать. И собственно здесь у нас также отображается статус бар Android, это заряд батареи, прием сигнала, Wi-Fi, Bluetooth, если они включены, дата, время, то есть все самое базовое можно сделать не открывая смартфон, и это реально удобно, это очень помогает вот при таком специфическом форм-факторе, но если нужно сделать что-то более энергозатратное, мы открываем основной экран, он к слову держится на магнитах и вообще не открывается, то есть магниты реально мощные, то есть петли легкие, но это все компенсируется магнитами, мы открываем, прикладываем палец и работаем. Как взаимодействовать с андроидом? Все-таки андроид, это операционка ориентирована в первую очередь на палец, и мы, конечно, можем просто нажимать пальцем по экрану. Здесь по умолчанию также вводятся виртуальные клавиши андроида, но я их скрыл, потому что они нафиг не нужны и просто место занимают. Все основные действия продублированы на клавиатуре, которые можно активировать через ход кея, то есть регулировка звука, то есть мы нажимаем Fn, можно регулировать звук, яркость экрана, кнопку домой, последние приложения, кнопки управления плеером, переход в настройки, то есть кучу всего можно делать просто с помощью клавиатуры, и это реально очень удобно, к этому привыкаешь мгновенно, и это просто невероятно. А включение устройства, как я говорил, происходит не по этой Silver Button, а по отдельной кнопке, она продублирована на Escape, то есть как у некоторых современных ноутбуков, если мы задержим у нас меню перезагрузки, и можно через нее выключить, включить. Чтобы заблокировать экран, можно нажать Fn и Escape, тогда у нас экран погас. Пожалуйста. Что делает этот так называемый Silver Button? Я вообще думал, что на нее можно будет назначать какие-то специфические операции, спуск камеры или запуск приложений, но в итоге она делает следующие вещи. Опять же, может быть, задумывалось, что она будет супер многофункциональной, но что-то это не допилили, либо я чего-то не понял. В общем, что я выяснил, что можно делать с помощью этой кнопочки? Во-первых, в закрытом состоянии она отвечает за блокировку экрана. Я нажимаю, экран блокируется, внешний. Также этой кнопкой можно совершить ответ на вызов, но я не очень понимаю, зачем, потому что в закрытом виде у нас здесь есть вот эти кнопочки, а в открытом состоянии у нас просто интерфейс, а во-вторых, эти кнопки также продублированы на клавиатуре. Можно еще ответить вот таким вот образом. Также она в основном интерфейсе работает как кнопка назад. То есть можно Escape нажимать, можно нажимать вот это вот Silver Button как действие назад. Вот. То есть вот видите, мы нажимаем назад, назад и все закрылось. И также если ее долго подержать, то тоже вываливается меню перезагрузки. То есть ну и это все. Что такого гипер многофункционального фиг его знает. Ну вот так оно работает. Кстати про коди и внешнюю фотокамеру. Я буду в целом периодически вам вкидывать какие-то негативные нюансы по этому аппарату, но вы не думайте, что кал говна просто без минусов не обошлось. Вот я говорил про камеру. Про камеру с внешнего экрана. Здесь написано, что она снимает 24 мегапикселя. То есть это разрешение камеры полное. И здесь можно даже его как-то отредактировать, сделать побольше, поменьше. Но факт в том, эта картинка получается размера 1920х1080, то есть как видео. Почему? Хрен его знает. Я никак не смог это победить. Возможно это поправят будущими обновлениями, возможно нет. Но то есть если вы снимаете на внешний экранчик, то у вас будет не супер-гипер какое-то качество картинки. Это помимо того, что здесь сфокусироваться тапом нельзя. В целом фотки-то нормальные получаются, но явно могли бы быть и лучше. говоря про этот внешний экранчик, нельзя в целом не затронуть общий внешний облик аппарата. И мне больше всего в этом устройстве понравилось, что оно красивое. Устройство максимально симметричное со всех сторон. Вы посмотрите, экранчик ровно посерединке. Эти два блока одинаково размера в одном положении расположены. сетки динамик, вот эти пластиковые вставки, металлические элементы. Все максимально красиво, симметрично и аккуратно. И ты берешь устройство и оно ощущается дорого. Ну, насколько это возможно. То есть это не какая-то херня за три копейки, а прям приятное, тяжелое, веществое, солидное устройство для деловых людей. Сразу открываешь и понятно, что ты явно деловой человек. прям как я. То есть это реально очень круто. Материалы все подобраны аккуратно, то есть металл и пластик в основном, никакого стекла, кроме внутреннего и внешнего маленького экранчика. То есть все достаточно строго, здорово, замечательно. И это на самом деле несомненно радует в наш век одинаковых стеклянных обмылков, у которых еще и экраны у всех с странными дырками или вырезами. Здесь у нас обычный ровный квадратный, вернее прямоугольный экран, классический. Да, есть рамки по бокам, конечно, и это не гипер современно, но в этом нет никакой проблемы. По крайней мере есть за что ухватиться вот такой горизонтальной ориентации. экран, экран, как я сказал, обычный Full HD, он не AMOLED IPS, качество его такое, ну, скажем, выше среднего, то есть, видали, конечно, и получше, и почетче, вернее, четкости хватает, но некоторые цвета как будто бы чуть светлее, чем должны, то есть, тот же черный цвет, например, не идеально черный, то есть, понятно, дело, это не AMOLED, но IPS современный бывает получше, то есть, например, у того же моего BlackBerry паспорта экран гораздо более высокого качества, но этот тоже неплохо, он выполняет свои все функции, и я им на самом деле доволен. Говоря о симметрии, я был на самом деле первые недели две уверен в том, что телефон полностью симметричен с всех сторон, пока я каким-то образом не посмотрел на рамки экрана. Они нифига не симметричные. Правая рамка ощутимо шире, чем левая. И в этом на самом деле я не вижу никакого смысла, потому что для шлифов там места явно более чем достаточно. У нас здесь расположилась камера, здесь датчик, но типа из проблем с датчиком можно было бы переместить и вправо, вернее влево, сделать экран посимметричнее. и, ну, раньше я это не обращал внимания, теперь я это разведить уже никак не могу. Единственное объяснение это отсылка к, собственно, прародителю, к Псиону, потому что у него рамки слева и справа тоже нифига не симметричные. Вот. Здесь это оправдано, ну, тоже примерно ничем, просто вот так вот сделано. Зачем, почему? Ну, не знаю, но это, наверное, единственный косяк дизайна, который я могу выделить у этого аппарата. Как я говорил ранее, Космокоммуникатор чертовски похож на его деда Псион 5МХ. Но назначение все-таки у аппаратов несколько разное. То есть, если это у нас повседневный помощник, какое-то вспомогательное устройство, то это у нас основной ежедневный телефон. И внешний вид это, конечно, все очень здорово, но насколько удобно этим пользоваться. И об этом я вам сейчас и расскажу. Как я сказал, хожу я с Космокоммуникатором уже больше полугода. И за это время повсплывали некоторые серьезные и не очень серьезные косяки в его именно функциональной части. Основной косяк, который здесь есть, это Android. Да, я не люблю Android, на самом деле очень сильно, как и iOS и вообще хейтер. Но дело не совсем в этом. Под капотом у нас не какая-то специфическая сборка типа MIUI или что-то такого. Здесь у нас максимально чистый Android, основанный на AOSP платформе. Android Open Source платформ. Максимально чистый Android, где из чего-то дополнительного есть только Google Play. То есть, по-моему, ну да, Google Play и Chrome из коробки были, а также парочка встроенных приложений от производителя. То есть, минимум какого-то мусора. Но мне кажется, что с чисткой прошивки ребята немножко переборщили. Ну то есть, чтобы вы понимали, это фишка AOSP, то, что можешь настроить устройство под себя и так далее, но, блин, это какая-то гиковская история, а я чувак, который просто хочу включить аппарат и начать им пользоваться. И, чтобы вы понимали, из коробки у аппарата даже нет галереи. Галерею я ставил все стороннюю. Здесь у нас из такого функционального было только приложение камеры. И это приложение камеры сосет жопу. Иначе я сказать не могу. Интерфейс, на первый взгляд, ну, предельно простой и классический и понятный. но он чересчур простой. В каком смысле? Вы здесь не можете ни настроить нормальное соотношение сторон, ни поменять какие-то настройки ISO, то есть, ну, какие-то вот такие полупрофессиональные функции. Все, что мы здесь можем сделать, это переключить камеру с передней на заднюю, включить HDR, и запустить или выключить вспышку, а так включить видео. Все. Здесь даже нельзя выбрать путь сохранения, куда будет сохраняться фотографии, то есть, она по умолчанию стоит на внутренний накопитель, и поменять его на SD-карточку вы не можете. Несоотношение сторон поменять, чтобы оно, то есть, оно фотографирует по умолчанию в 16 на 9, а это не полное разрешение камеры, то есть, поставить полное 4 на 3 я тоже не могу. И для этого мне пришлось поставить стороннюю камеру. Я использую приложение Open Camera, и оно норм. Есть, наверное, и другие, какие-то более удачные, но с Open Camera я взаимодействовал достаточно давно, и она позволяет делать в целом все, что нужно. По ощущениям, как будто она фоткает чуть-чуть более шумно, чем родная камера, но здесь камера, на самом деле, в целом такая себе, она делает снимки, они приемливого качества, но видали, конечно, и получше. То есть, например, тот же мой второй BlackBerry Passport, с которым я тоже сейчас гоняю, делает снимки гораздо лучше и четче, хотя камера там тоже далеко не самая замечательная. Я вообще где-то читал, что этот модуль, который здесь стоит, по-моему, от Sony, он на самом деле не 24 мегапикселя, а что-то типа 8 или 12, а все остальное это интерполяция. Но у меня нет пруфов к этой истории, поэтому утверждать наверняка не буду. Но камера типа не суперклассная. Если вы хотите невероятный камерафон, то космоник вам не подойдет ни в каком виде. Но это всяко лучше, чем было у Gemini PDA, у которого камеры вообще не было, вернее, ее можно было доставить внешним модулем, там была камера на 5 мегапикселя и она была ну так, чтобы какие-то документы фоткать. и про то есть да, как я сказал, очень много чего нету. Это с одной стороны плюс, то что вы можете поставить приложения, которые вам подходят наибольшим образом, но это также и минус, потому что нет каких-то стоковых решений, которые были бы заточены, например, под это устройство, специально под горизонтальный экран, под клавиатуру. Здесь есть некоторые приложения, но о них я скажу чуть позже и они явно не покрывают весь необходимый функционал, то есть медиаплеер, это вот вам все нужно скачивать самим. Также из нюансов, которые я обнаружил, это сама функциональность, сама работа прошивки. Дело в том, что она как будто перерезана, как-то перекастрирована, то есть это 8-ой Android, достаточно относительно свежая версия, поддерживает большое количество функционала, но, например, поменять программные кнопки на жесты, которые уже были в этой версии системы, я не смог, этой функции просто нет, поэтому мне пришлось кнопки вообще выключить, чтобы они глаза не бусулили. Агент отображения батареи тоже несколько порезан, он не дает всю информацию, то есть, например, я не могу посмотреть, какие конкретно приложения жрали мою батарейку, он просто пишет, нет информации, и эту информацию можно получить какими-то только внешними, сторонними средствами. Почему так? Хрен пойми. Также, как вы знаете, 8-ой Android, по-моему, даже 7-ой уже имеет простенький движок тем встроенных, то есть, банально можно поменять темное оформление, вернее, светлое на темное. И здесь у нас тоже есть вкладка с темами, которая позволяет поменять светлую тему на темную, но этот раздел никак не реагирует, то есть, я ставлю себе тему темную, а у меня, как видите, все еще максимально белые. Тоже почему так, я не знаю. То есть, какие-то такие мелкие неприятные косяки, с ними в целом, это не критично, но это странно, почему так было сделано, я не знаю. из сторонних настроек у нас здесь есть только настройки так называемые Cosmos Settings. Здесь мы можем редактировать некоторые параметры коди, также вот можно скринтификационный бар, вот эти вот как раз боковые кнопки, либо поменять их слева направо, также здесь регулируется яркость клавиатуры, да, кстати, клавиатура имеет подсветку, и это кайф. Вызов голосового ассистента, какие-то такие простенькие настроечки, которые характерны именно для этого устройства. Из сторонних программ есть следующие штуки. Во-первых, это вот такой вот нижний бар, который вызывается по кнопке Alt. Он вызывается поверх любых приложений, не только в главном меню, то есть находясь в тех же настройках, ну то есть где угодно. И кто-то может сказать, что оооо, это же отсылка на Mac OS, там ведь точно такой же бар приложений, но на самом деле нет. Функционал у него чуть-чуть другой. Это, собственно, ярлыки быстрого запуска. И по-моему, это скорее отсылка на вот эти вот нижние сенсорные кнопки в Psyone. Мы можем сюда выставить любое количество, не так, можем закрепить сюда любые необходимые нам приложения в любом порядке, а статичными остается только левая кнопка, по вызову которой скрываются настройки, или также кнопка жесткого поворота ориентации, то есть одним нажатием кнопки мы можем смотреть ориентацию вертикальную. Гироскоп здесь тоже есть, но если он вам нафиг не нужен, то вы можете пользоваться вот такой вот штукой. А также справа у нас вызов календаря и вот иконка с датой, временем и всем таким. а также в самом левом краю у нас расположена кнопка домой. Она тоже хардварная, ее брать нельзя. Можно сюда вызвать такие дополнительные кнопки типа Wi-Fi, Bluetooth или чего-то угодно. То есть в целом бар очень кастомизируемый и пользоваться с ним очень удобно. Как минимум потому, что он заточен жестко на кнопке. То есть можно легко вызывать нужные нам приложения. и это прям тема. Это реально облегчает взаимодействие с Android и с этим аппаратом. Также у нас из сторонних приложений имеется программка для настройки этого бара. Она закреплена здесь снизу. Также она есть в общем списке. Здесь все просто. Можем вызывать, вернее закреплять любые приложения, добавлять. Все предельно ясно и понятно. Также есть утилита для обновления коди. То есть есть свой менеджер обновлений, свои прошивочки прилетают с какими-то фиксами. А также несколько встроенных приложений, заточенных на взаимодействие именно с клавиатурой. Во-первых, это приложение Agenda. Оно также по названию перекочевало еще с Psyon'а. И здесь оно выглядит вот так. То есть такой простенький планировщик задач. Оформленный в виде такого блокнота. Смотрится прикольно, в целом работает, много информации можно заносить. Здесь Agenda имеет несколько более современный интерфейс с таким вот китом на фоне. По-моему, картинку даже можно поменять, но она мне нравится. Это собственно календарь планировщик задач. И главная фишка заключается в том, что все можно делать с кнопок, с быстрых клавиш. То есть программа полностью заточена под клавиатуру Psyon'а. И это реально классный календарь. Я им прям синхронизирована под горизонтальный интерфейс. Единственный прям сильный минус этой программы заключается в том, что ее нельзя синхронизировать с Google календарем. Здесь есть раздел типа синхронизации аккаунтов, но тут нет опции ни добавить Google, ни добавить что-либо еще. Здесь просто PCSync и галочка и все. То есть добавить свой Google календарь я не смог. И это странно. Возможно это делать какими-то окольными путями, но это какая-то хера-то на самом деле. Вот. Также здесь есть еще из классных приложений приложение Airmail. Это почтовый классный клиент, который также ориентирован на управление с клавиатуры и на горизонтальный экран. Он реально очень удобный. Здесь можно легко настраивать любые аккаунты, подключать ваши почтовые ящики, сортировать их, настраивать по цветам. Все очень здорово и удобно сделано для людей. Очень классный клиент, мне он безумно нравится. Также есть простенькое приложение заметок. Выглядит как любое приложение заметок. Оно есть, оно из коробки, оно работает, и что еще и надо. А также есть приложение Data. Как им пользоваться, я не понял. Я пытался, вернее, не то, что не понял, не понял его смысла. Это какой-то редактор баз данных. Здесь можно добавлять какие-то различные изображения, фото, текст, но для чего это надо, я честно просто не понял. Рекламируется какая-то безумно крутая утилита, но что с ней делать, я для себя найти не смог. Возможно, вы сможете пояснить мне, может, я дурачок. Вот, фиг его знает. И еще одно приложение, которое перекочевало еще с Gemini PDA, называется Lady Xeon, типа LED и Xeon, типа LED Xeon, вы поняли, да, как бы игра слов. На кой хрен это приложение нужно? Оно нужно для того, чтобы играть с лампочками. У первой модели Gemini PDA из внешних ориентиров был только ряд из пяти диодов. И все. И там можно было настроить любую комбинацию этих диодов на любые ваши действия, типа на звонок, на смс, на любые уведомления. Прямо вручную. Вы можете настроить не только их положение, но и какую-то анимацию. Здесь примерно то же самое, только диоды у нас вот эти четыре. Раз, два, три, четыре. Тоже можно настраивать, что у вас будет играть на какие-то приложения. Это тоже прикольно, то есть на смс, любые приложения можно добавлять и настраивать им какие-то анимации с светодиодом. Это прикольно. То есть у нас есть хоть и внешний экранчик, на котором все уведомления показываются, но можно также баловаться с светодиодами и радоваться жизни. Кстати, про баловство. Как и говорил, диоды на внешнем экране меняются под открытое приложение. Есть очень классная история, я ее просто обожаю. когда я запускаю музыку, диодики мигают. Когда я нажимаю паузу, они горят красным. Блин, такое диско-шоу просто, особенно в темноте сидишь и включаешь музыку, и она так мерцает. Это офигенно. Это вот такая мелочь, а она так меня на самом деле безумно радует. прям невероятно на самом деле. Это очень классно. Диодики рулят, кто их не ставит, тот лох. Но что по в целом ежедневному взаимодействию? Знаете, мне на самом деле реально комфортно ходить вот с таким устройством. Да, больше времени его нужно держать конечно при внешнем использовании в двух руках, для того, чтобы работать с клавиатурой. То есть можно и в одной, но много не потыкаешь. Экран вытянутый, длинный. Но знаете, я в целом с любыми смартфонами последними, они у меня все достаточно большие, типа той же Lumia 1520, хожу с ними в двух руках. Во-первых, так у меня его точно не выбьют из рук, а это происходит в транспорте. Мужик идет локтями вот так херачит и легко может выбить телефон из рук. Когда ты его держишь в двух руках, он точно никуда не денется. Ну и да, работать с клавиатурой на ходу, в транспорте где-либо, ну так и можно. И это удобно. Но я также делаю с виртуальной клавиатурой просто потому, что так удобнее. Современные телефоны, конечно, все по-ублюдски вытянуты и они узкие, и там пользоваться одним пальцем гораздо более комфортно, но не для меня. То есть вот в таком формате работать реально круто. В этом нет никаких больших проблем, зато есть масса комфорта. Говоря про нюансы андроида, а как вы знаете, андроид, ну или не знаете, но андроид это операционная система с вытесняющей многозадачностью. Так было с самого начала с его появления и так остается по сей день. Да, у нас теперь есть имитация реальных задачностей, то есть можно выпускать два приложения на одном экране, но в системе все еще есть механизмы выбрасывания приложений из памяти. Оперативки до хера, 6 гигабайт, у меня в ноутбуке 8, здесь 6, что с ними делать? Не знаю. Память и свободная, она больше чем свободная, то есть занята гига 2, остальные 4 гуляют просто, отдыхают. Но при этом периодически происходит такая история, что выпадает из памяти процесс клавиатуры. Я такое ловил наверное за эти полгода раза 4 или 5, но это было, и ты никак не можешь поднять обратно, потому что даже не то, что вводить текст не можешь, ты можешь вызвать виртуальную клавиатуру, но просто процесс упал, и все, тебе приходится устройство перезагрузить, чтобы клавиатура снова начала работать. также вылетает иногда процесс вот этого дока, но с ним просто, я просто собственно в списке приложений нажимаю приложение настройки, и док подымается. Это происходит очень редко, но имеет место быть, и это ну сами понимаете неприятно. Это все еще лучше, чем на моем прошлом Xiaomi, про который обзор я где-то снимал, он очень старый обзор, я специально сделал наркоманским, но тем не менее, у меня приложение звонилки из памяти вываливалось, типа чего, мне просто люди не могли дозвониться, потому что выпал дайлер, и все, дел с этим, что хочешь, сеть есть, прием есть, а дайлера нет. Здесь такого прям кошмара не происходит, но такие важные штуки, как док и клавиатуру выпасть из памяти могут, и я не знаю, вряд ли это можно пофиксить, имеет место быть. Также, как я говорил, мне нужен клавиатурный аппарат в первую очередь не для того, чтобы SMS-ки писать, а для того, с таблицами реже, в основном текстовые документы, а для этого нужно что? Нужен офис, правильно? Правильно. Из коробки нам здесь наш Planet Computers предлагает поставить офис от Microsoft, он есть под Android, да, но, но, во-первых, он платный, бесплатной версии, ты не можешь даже файлы сохранять, ты можешь посмотреть, что за вообще такое, покупая подписку, даже не просто купить, а купить подписку, это офис 365, и только тогда ты сможешь как-то взаимодействовать со своим офисом, в той же Windows Phone у нас офисы с коробки, мы можем с ним работать полноценно, на этих Symbian у нас здесь офис есть, на Windows Mobile, да где угодно есть офисы с коробки, на Android, нет, извините, так мало того, там еще был такой прикол, именно, это именно проблема варда местного, микрософтского, он нажатие кнопки Backspace обрабатывает как два, то есть, я не могу стереть один символ, я всегда стираю два символа, это не глюк клавиатуры или чего-либо, это проблема чисто вот этого ворда, короче, не работоспособная херня, нафига нам его здесь рекомендуют, без понятия, есть куча свободных открытых офисов под Android, но они тем или иным образом сосут жопу, там либо куча рекламы, которую в ряде из них даже нельзя отключить никак, они подтормаживают, они очень перегружены какой-то хернёй, в основном, это рекламные какие-то приколы, короче, найти нормальный офис под Android, а главное, чтобы он адекватно работал и с клавиатурой, и с горизонтальным экраном, на удивление сложно, но я справился, я даже я даже нашёл порт линуксового OpenOffice, скомпилированный типа вот под Android, но туда тоже чувак умудрился собескать рекламу, то есть в OpenOffice её нет, а в этом порте она есть, и от неё нельзя избавиться, я был готов реально дать денег, типа мужик, убери рекламу, дай мне просто нормальный офис, да, он достаточно мелкий, но на экране из-за большого разрешения и ориентации под, собственно, тесктоп, но с этим можно было смириться, но с рекламой типа нет, ну это херня какая-то, однако, однако, я нашёл такую штуку, как CollaboraOffice или CollaboraOffice, хрен пойми, что это такое, я случайно вообще на неё наткнулся, я искал, думаю, может быть LibraOffice есть под Android, но LibraOffice нет, но на сайте Libra от самих разработчиков есть рекомендация на использование вот этого вот офисного пакета, я не знаю, это их разработка или нет, но этот CollaboraOffice, он офигенный, он полностью открытый, свободный, вот здесь уже написано, современный, лёгкий и открытый программный продукт, который позволяет работать, собственно, с всеми документами, с таблицами, с текстом, с презентациями, пожалуйста, причём, ну по умолчанию он в открытый формат их сохраняет, типа ODT, ODS, ODP, но можно также их спокойно сохранить в DOCX или в любые удобные для вас форматы текстов, таблиц и презентаций, что великолепно, здесь никакой рекламы, никаких донатов, никаких приколов, просто офис, который просто работает, что бы его сразу не предостановить, я не знаю, но мне таки удалось его найти и сразу жизнь стала лучше, потому что я реально был уже готов разочароваться в Android окончательно, но нет, работать с документами можно и делать это можно прям с кайфом. Но я всё говорю о минусах, да, о минусах и может сложить впечатление, что я прям разочаровался в этом устройстве, но сам дель нет, его плюсы эти минусы слегка перекрывают. Основной плюс, конечно, это, как я говорил, физическая полноценная клавиатура. Здесь у нас удобные кнопки, они имеют подсветку, а также здесь огромное количество шорткатов, и часть из них реально, ну, то есть, какие-то базовые, они, во-первых, здесь просто нарисованы снизу, типа, например, вот FND, у нас это свернуть все приложения, да, там FNA, открыто последнее приложение, работает классический Alt-Tab для переключения, можно FN-Tab нажать, это у нас капслок, видите, вот диодик капслока загорается, то есть, все примерно понятно, но есть некоторые шорткаты, которые скрытые, ну, как скрытые, о них не указано, у того же Psyon, например, есть встроенная документация, прямо в самом устройстве, и там указаны все возможные шорткаты, которые здесь только есть. У Cosmo есть вот тот самый маленький мануальчик, который я показывал в начале, но там про эти комбинации ничего не сказано, я их нашел случайно. Во-первых, как вы помните, я показывал вам, что можно редактировать яркость клавиатуры во встроенном приложении настроек. Это, как вы понимаете, ни хрена неудобно, чтобы лазить каждый раз в настройки и там регулировать яркость. Я так поначалу делал, пока чисто случайно не обнаружил следующее сочетание клавиш. Видите, B и N у нас отвечают за регулировку яркости. FN B понедить яркость экрана, FN N увеличить. Но если нажать FN Shift B и FN Shift N, это у нас уже идет регулировка яркости клавиатуры. Как до этого додуматься? Ну, в целом, понятная логика, то есть, яркость экрана, яркость клавиатуры, здорово. Но вот бы сказал кто-нибудь об этом, было бы, конечно, прям вообще замечательно. Также смена языка. У Кирилла Морозова на его Gemini PDAG я понял, вообще не получается менять раскладку с клавиатуры. Но тоже про эти комбинации нигде не сказано, а их оказывается даже несколько. Во-первых, основная, это Control пробел. Она знакома, я думаю, многим линуксоидам, маководам, по-моему, там тоже Command пробел меняется, раскладка. Ну и на виндовый вин пробел тоже в целом похоже. Это первое. Вторая это какие-то прифинши Shift-Alt или Shift-Control не работают. А также есть вообще максимально неочевидная смена раскладки. Это через Fn и правый Shift, причем именно правый, не левый, тоже меняется раскладка клавиатуры. Как до этого додуматься? Хрен его знает. Про Control пробел я смог нагуглить. А вот про Fn Shift я вообще случайно эту комбинацию обморожен, когда просто тыкал по кнопкам, чтобы радоваться жизни. Вот. Также еще есть интересная комбинация. Это C и V отвечают за регулировку громкости. А вот если нажать Shift, Fn, V или C у нас меняется масштабирование системы крупнее или меньше. Причем можно уменьшить настолько, насколько интерфейсные настройки сделать не позволяют. Я выкрутил прям на минимум, чтобы у меня было все мелко и все круто влезало. Но тоже очень интересная комбинация и тоже как до нее додумываться самому не знаю. У нас я настолько все открутил, что Android считает будто у меня планшет, поэтому некоторые приложения переформатировались под планшет, а также уведомления можно вытаскивать с любой части экрана. Вот. Также еще что-то интересного было из комбинации. Ну, FN пробел запускает голосовой ассистент, но я его просто выключил, потому что на кой хрен мне нужен голосовой ассистент. Также есть какие-то комбинации, которые на моей клавиатуре не изображены, потому что у меня, как я говорил, японская раскатка, но на русской они видны. То есть можно вызвать, например, виртуальную клавиатуру нажатием FN и плюс для каких-то символов, если вы их не можете найти на клавиатуре сразу. Они все есть, но мало ли, что-то потерялся. Смайлики можно вызывать, еще что-то. То есть в целом все символы здесь подписаны и через FN ко всем символам или нужным клавишам можно обратиться. Это удобно, к этому привыкаешь достаточно быстро. А, кстати, еще про программные косяки. Иногда происходит такое, что у меня просто вываливается локскрин. Он как бы телефон не гаснет, он просто такой, о, братан, я заблокировался. Заблокирую обратно. На кой хрен? Не знаю. Я, похоже, косяк видел, по-моему, на ZOOG Z1, кажется, встречался с его родной прошивкой, которая саймэджин, по-моему, называлась. Там тоже прикол бывал, то есть вываливался просто этот локскрин среди твоей рабочей деятельности. То есть по-моему, ты можешь набирать текст какой-то 3-х бац, локскрин. Ну, разблокировал не проблема, но почему? Не знаю. Также мне очень нравится громкий стереозвук у этого телефона. Стереодинамики все еще большая редкость, и я это очень ценю. Я очень люблю смотреть видосики с телефона или слушать просто музыку, и когда у меня классный громкий звук, который я слушаю из двух ушей, это замечательно. У того же BlackBerry, например, тоже есть стереодинамики, но они все снизу, поэтому стереоэффект получается только если вот какой-то прикол сделать. Ну, у некоторых современных телефонов, по-моему, у iPhone кажется тоже стереодинамики, они тоже типа снизу. Это шляпка какая-то. А здесь нет полноценного стерео, круто, здорово, замечательно. Еще из плюсов я бы хотел выделить его форм-фактор. Что я имею в виду? Сейчас будет прикол на самом деле. То есть, да, у нас есть внешний экран, зато у нас внутренний экран всегда закрыт. Что это значит? Это значит, что он ведь никогда не разобьется. Правда? Нет! Мне на самом деле очень, ну, в кавычках повезло с этим аппаратом в плане моей криворукости. Я не знаю, это вот второй или третий в моей жизни телефон, который я купил новым, прям вот, новым себе. То есть, у меня все телефоны бэушные всегда были. А этот я вот решил себе Новый год подарок сделать, раскошелился, купить новый аппарат. Я его начал херачить в первые дни. Это была зима, буквально через неделю хождения с ним я его уронил, короче, в снег. Он у меня из кармана выпал, что ли, или я не помню. А, я разъехался на льду на шпагат и уронил телефон из рук, просто потому, что мне нужно было не упасть самому. Это не помогло, но телефон я уронил. И он упал вот так вот в снег по полной. Ну и, во-первых, я получил первую кодку. Здесь, ну, на видео тут, наверное, не видно, но тут есть вот первая царапина, опять же, новый телефон, ё-моё. Но это полбеды. Вторая беда, основная заключается в том, что в этот разъём попал снег. И я этого сразу не заметил. Поэтому его вычистил только через день или через два. Ну как вычистил? То, что осталось. То есть там всё окислилось, всё сдохло, до свидания. Разъём не работает. Я мог возражать через второй разъём, что, конечно, очень удобно, скажу я вам, и очень вручает, потому что беспроводной зарядки здесь нету. Но в целом, косяк. Не классно. Чё делать? Надо менять разъём. У устройства есть официальная гарантия, но для этого нужно его послать собственно в Британию, откуда телефон и приехал. И там его могут тебе отремонтировать, и ты будешь доволен. Но блин, пока он туда доедет, пока приедет обратно, жесть, мрак, что делать, не знаю. Я пытался почистить его, но там уже окисл пошёл такой лютый из-за, видимо, химикатов или чего у нас, реагента, который сыпет на лёд, чтобы избавиться от него на дорогах. Я решил написать производителю, типа, здорово, ребята, чё делать? Случился вот такой вот косяк. Мне, типа, как вам его отправить или не отправить? Что можно сделать? И мне чувак написал, то есть у них на самом деле безумно отзывчивая техподдержка. Они отвечают буквально в течение суток и отвечают очень подробно. Я несколько раз с ним обращался, об этом всём я сейчас расскажу, и ребята очень быстро, чётко отвечают на имейлы. Я сказал о своей проблеме, то, что у меня что-то с разъёмом, и он, ну, я ещё-то не знал, что это окисл, это вот первые дни были, написал, что почему-то не заряжается после падения. Что могло случиться? И мне чувак написал, братан, а ты открой-ка аппарат и посмотри, не отошёл ли там вдруг шлейф, мало ли чего. Я такой думаю, а как мне его разобрать? И мне прислали фотомануал прям скриншотами, фотографиями, как мне разобрать устройство. И оно разбирается безумно просто. Я прикреплю сейчас сюда видеоролик, как я его разбирал, и я реально такого очень давно не встречал, чтобы устройство так спокойно разбиралось. Здесь нет никакого там клея, ничего отогревать не надо. Нижняя крышка снимается просто на защёлках, и мы видим здесь всё, что у нас внутри находится. Мы видим аккумулятор, мы видим две платы с разъёмами, с одной из которых у меня был как раз проблем, был косяк. Дальше мы видим шлейфа, который идёт наружу, мы можем разобрать внешнюю часть, поменять экранчик внешний, всё можно поменять без клея, просто с отвёрткой и колупалкой. И это так охрененно, я такого миллиард лет не видел, если вообще когда-либо видел. В общем, я разобрал, увидел, что у меня как раз-таки уже окислы на разъёме, и мне мужик сказал, что, друг, мы можем тебе по почте отправить целую платку, запчасть, которую ты сам себе поменяешь, мы тебе рассказываем, как это сделать, прикрепляя сразу инструкции, тоже типа там откручиваешь болты, снимаешь шлейфа, подключаешь заново, всё. И это здорово, не бесплатно, понятное дело, можно заплатить за саму деталь, но я в итоге просто её сам снял и отнёс чуваку с руками, который мне просто перепаял Type-C разъём. Здесь обычные Type-C, какие-то мне шайтан хитрые, всё здорово, мне просто перепаяли разъём, я собрал всё обратно, телефон снова работает. Кайф. а потом, через, это уже было через месяц, я положил телефон мимо кармана, сидя за столом, и он упал на плитку в торговом центре, и телефон был закрыт, но я думаю, ну, не страшно, что ведь могло пойти не так, кроме новой царапки на корпусе новом. А произошло вот это. Вы, наверное, могли заметить, трещина у меня на стекле здесь, в точке на работе всё нормально, но трещина есть, и он стукнулся, причём, даже не углом, даже не углом, а вот этим вот местом, где здесь как раз находится петля, то есть удар каким-то вот образом пришёлся вот аккуратно, вот именно в эту точку, не в этот пластик, не в эту металлическую раму, с которой бы ничего не произошло. Ну, это прям, говорю, я везунчик, мне супер повезло по жизни, удар пришёлся вот сюда и сказал, всего хорошего, вот тебе трещины по экрану, радуйся, парень, и кайфуй. Я написал по этому поводу производителя, но они сказали, что они не меняют экраны, кстати, экраны я внезапно нашёл недавно на Алиэкспрессе, может быть, когда-нибудь займусь, а может быть, нет. Ну, типа, они сказали, что они меняют целиком в модуль, а это модуль с мозгами, с всеми делами, и это будет стоить дохрена дорого, и, типа, проще новый телефон купить. Я в итоге выбрал максимально простой путь решения проблем, и я просто забил. Вот. Но такое тоже может быть, то есть даже если экран у нас находится внутри, мы не можем быть полностью защищены от проблем. Ну, скорее всего, это просто вот я такой везунчик, и у нормальных людей такое не будет происходить. Забыл ещё кое-что сказать. Как вы могли заметить, в видосе с разбором я менял ещё внешний экранчик, и это не просто моя приколь или какой-то прикол. Дело в том, что я каким-то интересным образом мудрился его разбить. Вернее, даже не стекло, а сам внутренний дисплейчик. Я получил какой-то странный удар по ноге во время рабочего дня, и заметил разбившуюся матрицу. Вот на этом фото вы можете видеть эту трещинку внутри экрана, как бы. И сначала экран просто поплыл, потом он начал темнеть всё больше и больше, в итоге погас совсем, и я просто перестал иметь возможность им пользоваться. Я очень сильно расстроился с этому факту, сначала пытался хоть как-то с этим совладать, но ничего не получилось. Я написал производителю, и они любезно, разумеется, не бесплатно, прислали мне новый экран, рассказали, как его поменять, и я это собственно успешно сделал, чему я просто безумно рад, потому что без экранчика пользоваться космокоммуникатором совсем неудобно. Ну и да, про удары. Как, наверное, старые пользователи различных вот слайдеров, раскладушек могут знать, под такой форм-фактор хрен подберёшь чехол, а вернее, скорее всего, ты вообще его не подберёшь. И у производителя есть чехол специальный под Космо, такой с окошечком, прикольный, но когда я покупал аппарат, их уже не было в продаже, они просто, видимо, закончились. Но опять же, это был чехол типа карман, который натягивается поверх, и всё. Но это лучше, чем ничего. Но, как я сказал, в продаже не было. Я пытался сшить такой сам. Он получился некрасивый, потому что руками недостаточно прямые, и я недостаточно хорошо всё померил. И потом я нашёл на Алиэкспрессе прикольный вот такой вот чехольчик, плотный, классный, замечательный вот типа карман, и он вешается на пояс. И теперь я хожу с телефона на пояс, и это очень удобно на самом деле. Сто лет так уже не делал, классно, здорово. но вот тоже такой нюанс. Чё ещё из нюансов? Тоже нюанс заключается в форм-факторе. Прикол в том, что здесь из коробки уже была наклеена плёночка, как у некоторых там старых китайских телефонов раньше делали. И я сомневаюсь, что это из-за того, что из-за но кнопки немножко как бы всплывают буквально на меньше миллиметра, но всплывают над краем рамы. И поэтому, когда мы всё это дело закрываем, экран с кнопками соприкасаются. И поэтому спустя полгода у меня появились следы от этого на этой самой плёночке. Вроде видно. То есть вот немножко вернее наверняка это продумали поэтому плёнку наклеили, но наверное можно было поудачнее это сделать. Вот типа вот так это выглядит. Всё, я на него ругаюсь, ругаюсь. Но не, на самом деле основные вопросы мои к этому устройству заключаются в программной оболочке. Собственно андроиде в программных проблемах. То, что некоторые приложения, например, неадаптированы под горизонтальный экран от слова никак. Ну, из такого, с чем я остро столкнулся, это инстаграм. Он работает, он, кстати, запрещен в России, но он как бы работает на результатном экране, но вы видите, из-за того, что часть отъедает интерфейс сам по себе, интерфейс андроида, еще интерфейс приложения, ну, чтобы посмотреть картинку, нужно прям поскролить по полной, что, как вы понимаете, не балдежно. Ну, как я говорил, можно просто повернуть экран и просматривать запрещенные фотоизображения в запрещенной соцсети вот таким образом. Это странно, но это работает. Но, опять же, я только с инстаграма стартнулся, у которого это прям критично. Остальные приложения вроде неплохо с горизональным экраном работают. Ну, да, придется фоточки смотреть, как дурачок, как будто книжку листаешь. Ну, я привык. Мне это, типа, небольшая проблема. Но это, наверное, реально единственное приложение, с которым я прям так остро с этим столкнулся. Наверняка есть другие, типа, какой-нибудь TikTok или что-нибудь типа того. То есть, то, что заточено прям под вертикальную ориентацию. Но, я таким не пользуюсь. Но, стоит об этом упомянуть. Но, как порешать проблему с программной оболочкой? То есть, хардвар, я сказал, что сделано все просто невероятно. Можно легко телефон разобрать, а послужить... Кстати, я вообще думал на самом деле, что все мозги находятся как у ноутбука снизу. Но, здесь только аккумулятор, все мозги у нас располагаются сверху. И мозги коди, и мозги самого телефона. То есть, все в этой тоненькой узкой крышке. Это интересно. И решение для программных... Вернее, не то, что решение, а, скажем так, варианты решения для программных вопросов есть. Дело в том, что загрузчик устройства открыт полностью из коробки. И мы можем сюда без задних мыслей спокойно заливать любые операционки, какие захотим. И в частности, ну, то есть, разные версии андроида не пробовал, потому что, ну, типа, зачем, но можно поставить сюда второй осью Linux. Это такая главная фишка, наверное, после клавиатуры, что Gemini PDA, что вот этого устройства. Linux можно поставить либо, он бесплатный, он скачивается прям с сайта производителя, мы его просто себе устанавливаем через recovery встроенное, и все. В recovery есть несколько опций, можно либо перераспределить партиции встроенного раздела, можно, то есть, здесь 128 гигов, можно поделить либо три четверти памяти под Android, треть под Linux, либо пополам, либо в обратном соотношении, либо можно выделить все место чисто под Linux, убрав полностью отсюда Android. Стоит ли это делать? Сейчас я вам об этом расскажу. Дистрибутив называется Gemini или Gemini или, ну, вы поняли, это типа Debian с буквой G в начале, потому что Gemini PDA. То есть, это вообще оси начально под прошлую модель делалось, но ее просто портировали сюда, немножко доработав. Как этим пользоваться? Это в целом так же, как пользовались бы обычным Linux. Здесь нет никакого адаптированного интерфейса. Здесь обычный, по-моему, это KDE плазма, кажется. Да. То есть, обычная плазма, тачскрин работает, можно тыкать в экран, пуск, то есть, все предельно ясно и понятно. Можно ставить приложения любые, какие вы захотите, ну, понятное дело, что они должны быть скомпилированы под ARM, но их немало, явно, конечно, меньше, чем под X86, но они есть. Здесь, конечно же, есть полноценный офис сразу, любые браузеры, то есть, приложений достаточно, вы можете с ними работать, но нужно пердолиться, нужно прям активно и очень буйно пердолиться с этой операционкой, чтобы полноценно с ней работать. А что я имею в виду? Ну, это типа Linux, я думаю, Linux-оидам не привыкать, но я такой не эксперт в этих вопросах, поэтому я немножко был раздосадован. Ну, например, чтобы работала нормальная раскладка, нужно соответствующую раскладку сначала выбрать в настройках, то есть, мы вообще здесь какая-то дефолтная и здесь есть раскладка под Gemini, чтобы работали у нас нормально все кнопки, как они должны работать, до этого нужно еще добраться и найти где-то расположено, опять же, не может текст вводить, здесь нет виртуальной клавиатуры или есть, но ее надо догрузить, но чтобы ее догрузить, нужно ввести какой-то текст, короче, прям медом тыкает надо искать, я нашел, включил, окей. Также, это, наверное, первая проблема, которая была, много таких мелких косяков всплывает, которые явно можно решить, наверняка какие-то есть настроище, конфигурации и прочее, которые можно поколупать руками и сделать, чтобы все работало балдежно, но я не то, чтобы, во-первых, я не смог, а во-вторых, мне было лень тратить на это большое количество времени. Например, по умолчанию звук какого-то ляда играется из разговорного динамика. Я сначала, когда я здесь включил видосики, думаю, что-то странно, почему такой тихий звук? Наверное, надо сделать его погромче, делаю погромче, а он начинает хрипеть, как скотина. Я вам сейчас даже покажу, как это выглядит. Запускаем некий видеоролик. О, и он выпал из памяти. Круто. Closed unexpectedly. Я очень рад. Ну, вот, уже, да, то есть, я просто хотел показать вам видосик, а у меня плеер вылетел. По-моему, это невероятно. просто обожаю. Давайте еще раз. Ей, еле что-то слышно. Тоже голос идет через разговор динамик. Наверное, это можно выбрать динамик внешний, вернее, вот эти внешние стиле динамик, то есть, через наушники работает правильно, а внешний звук идет не туда явно. Наверное, тоже можно настроить поменять, я просто не разобрался, не нашел, ну, какого хрена, почему это было сделать сразу? вот. про внешний экранчик. Он тоже работает, но, как вы понимаете, он сильно ограничен функционали, то есть, он просто показывает статус Wi-Fi и сетей, батарейку, время, можно позвонить, можно, да, камеру, а ну, фонарик запустить, и, по-моему, все. То есть, плеер, у меня, по крайней мере, что-то не получилось вывести. камеры тоже отсюда не стартуют, не можно к нему вратиться, вот, потому что чего-то явно не хватает, то есть, это вообще допиливалось сильно потом, изначально вообще в этом гейме, они, в целом, взаимодействие с внешним экраном не работало никак. так, да, я сказал про звонилку, и отсюда можно позвонить, тут есть приложение для этого, обычный дайлер, и можно совершить вызов, и это реально работает, можно позвонить, подтянуть все свои контакты и звонить, и это даже будет звук идти из правильного места, и смски можно тоже отправлять таким же образом, тоже для этого есть обычное нормальное рабочее приложение, которое так и называется приложение для обмена сообщениями, вот, смски и звонки, круто, то есть у нас прям полноценный телефон, да, нет, сообщения отсюда уходят, звонки уходят, но они не приходят, то есть у меня открыто приложение, я только что позвонил, ну вот, даже, я прям сейчас покажу, я звоню себе сейчас, если я закрою экранчик, у меня тоже показывается, и происходит некий вызов, надо будет замазать номер свой, чтобы никому не показывать, вот, звонок идет, круто, круто, я могу его сбросить, и у меня пропущенный вызов, все правильно, да, а теперь я хочу перезвонить адресату, короче, если звонить потом отсюда, все нормально, а перезванивать обратно на этот же номер, будет ничего, будет говорить нам оператор, что абонент не в сети, хотя сеть есть, прием стабильный, но мне дозвониться не могут, то же самое с сообщением, я могу их посылать, но мне сообщенники не приходят, и, наверное, это тоже можно каким-то пердолингом вылечить, но, опять же, какого хрена, почему нельзя было нормально все реализовать, я не знаю, некоторые шорткаты здесь тоже не работают, например, яркость клавиатуры таким же образом, как на андроиде, не регулируется, только через настройки, да и яркость тоже не особо, то есть, ну, порт явно очень сырой и недоделанный, возможно, на обычном Gemini PDA он работал очень даже неплохо, особенно без телефонии, когда, но тут что-то прям как-то не круто, и еще у нас, что нам нужно в телефоне, кроме звонков, смс, нам нужна, кстати, мобильный интернет работает, без перебоев, спокойно, хочешь Wi-Fi, хочешь LTE, все здорово, все сразу из коробки, нам еще нужна такая штука, как камера, а где, да, вот она, здесь тоже написали приложение камеры, и оно работает, более того, я вам скажу, приложение камеры под Linux гораздо более функциональное, чем такое же приложение, родное, написанное под Android, здесь можно и разрешение выбрать, и настроечки всякие, куда сохранять, куда не сохранять, что вообще делать, все есть, почему такое же приложение нельзя было сделать под Android, я не знаю, но с камерой проблем нету, сколько хотите, столько фотографируйте, и видео снимаете, все просто замечательно, но, как вы понимаете, наверное, наверное, можно потратить несколько вечеров, и заставить Linux здесь работать как нужно, с какими-то базовыми приколами, именно телефонными, и тогда вполне себе можно им пользоваться основной операционной системой здесь, софта достаточно, но мне было откровенно лень заниматься вот этим вот линуксовым пердолингом, потому я не сносился отсюда от операционка просто потому, что это прикольно, ну, пару раз мне реально пригождалось что-то сделать под Linux, самомуменно, но в основном это, конечно, прям максимальная история для энтузиастов, насколько это можно представить, поэтому нам ничего не остается, кроме как пользуются здесь андроидом, ну, мне так уж точно, под Gemini PDA был порт Sailfish, кстати, еще, но я не знаю, сколько он хорошо работает, и он был только под Sailfish, прям официальный, под Cosmo его, ой, под Sailfish, под Gemini, под Cosmo этого порта нету, вернее, есть как раз такие в виде порта с Gemini, то есть тоже явно там не все будет работать, тот же кранчик, я почти уверен, не будет вообще никак функционировать, но, эта возможность есть, и если вы хотите, вы можете с этим поработать, то есть, ну, в целом, понимаете, да, устройство максимально специфическое, максимально для таких вот гиков, для энтузиастов, для тех, кто хочет попердолиться, чтобы ему было классно, замечательно, и это сразу понятно по форм-фактору, потому что, ну, обычным людям в повседневной жизни не нужна полноценная физическая клавиатура, или нужна очень редко, не настолько, чтобы она была прикреплена к телефону прям по полной. Ты просто вначале говорил такой, типа, я, а, типа, что там ничего нет из приложений, такой, я обычный чел, не гик, хочу пользоваться приложениями из коробки, вот он такой, типа, это телефон для гиков, короче, вот, как я люблю клавиатуру, динтолер, очка. Не, когда я был мелкий, когда у меня была куча свободного времени, я реально занимался пердолингом, и получал от этого невероятное удовольствие. Вот у меня тоже был Nokia N9, чумно было, она и сейчас есть. Я помню, как я там какие-то скриптики писал, ковырялся в консоли, накатывал разные патчи, развлекался, просто как мог, чтобы выжать максимум приколов из этого устройства. Я же пришивал прошивки там на андроидные там планшеты, телефоны, то есть, чем я только не занимался, я не знаю, когда я все это успевал, но это был норм. Сейчас у меня на это нет ни времени, ни желания. Я просто хочу, чтобы все работало. Это, ну, блин, так, такая просто простая, простое желание. Я просто хочу взять устройство, чтобы оно работало. Вот тот же мой BlackBerry, он просто работает. Я не хочу пердолингов, я просто хочу радоваться жизни, хочу быть счастливым. И... делает ли меня счастливым, довольным космокоммуникатор? Несмотря на все свои недостатки, которые я озвучивал весь прошлый ролик, да, потому что клавиатура рулит, и мне реально приятно и здорово пользоваться этим аппаратом. Кстати, у них сейчас то ли вышло, то ли выходит следующая модель, которая называется Astro Slide. Это уже слайдер вот такого вот типа. Там такая же клавиатура, но экран уже большой, полноценный сразу. Он просто выезжает вот так, и вы можете взаимодействовать с точно такой же идентичной клавиатурой. И можно, наверное, было бы дождаться такого Astro Slide, но нет, мне и Cosmo более чем устраивает. Мне реально прикал этот внешний экранчик, мне в целом удобно с ним работать. Будет ли работать удобно с таким устройством кому угодно, но естественно нет. То есть, ну блин, как я уже сказал, клавиатура это вот для таких специфических дурачков типа меня, то есть обычным людям такое не надо. А я дурачок, мне надо, я хочу себе клавиатуру, и хочу ее удобную, чтобы пользоваться ей без негатива. и Cosmo коммуникатор позволяет это делать. Так что, если вам нужно, то, наверное, это сегодня единственный вариант иметь полноценное устройство. То есть, да, всегда можно взять какого-нибудь деда, такого вот типа, использовать его как вторым аппаратом, чисто для текста, но не все, как я, могут ходить с двумя устройствами одновременно. Есть еще, есть несколько наставленных вариантов на рынке, ну, FX Tech 0.1, по-моему, так называется. Тоже устройство на Android с QWERTY клавиатурой, которое вдохновлялось уже не Pseon, а вдохновлялось определенно Nokia E7 или N950, они абсолютно одинаковые физические, типа, одно и то же. Там вот такой вот слайдер уже, такой, который делает вжух, в петельках прям один в один, и вот такая вот мембранная клавиатура, не физически, не островная, короче, как вот у Космо. И тоже вариант стоит еще больших денег, там и экран, кстати, покруче, там, по-моему, OLED-овски уже, прошивка, ну, не знаю, насколько были ли в Сарате, я вообще не встречал людей, которые пользовались. Ну, то есть, тоже вариант, да, но, блин, у этого FX-TEC'а проклятая раскладка, то есть, у E7, она идеальная, почти идеальная, она, ну, вот, она удобная максимальная. Все ясно, здорово, понятно. У FX-TEC'а зачем-то сбоку напихали дополнительных функциональных клавиш, в итоге все кнопки съехали на целый ряд вправо, и, учитывая здоровые размеры этого устройства, получился хера-то на самом деле. Это невозможно пользоваться, осуждаю. Зачем так делать? Непонятно. Ну, вот так сделали, то есть, тоже не вариант, да, там. Есть еще Unigeret Titan, это такой, типа, наследник паспорта, вот с таком же, типа, клавиатурой. Тоже, ну, похожая она по функционалу, она тоже имеет сенсорные приколы, вот это вот все. Ну, они, они все стоят бешеных денег, потому что, стоит понимать, это устройства очень нишевые, их производят маленькими партиями, и поэтому они стоят, ну, гораздо дороже, чем обычные, привычные нам аппараты. Вот. Ну, это, что называется, платы за приколы. Unigeret, ну, опять же, у него, во-первых, квадратный экран, что тоже не совсем привычно, что для андроидов, что для пользователей, и я, насколько смотрел по обзорам, он тоже далеко не идеально работает. И как в железном плане, и в программном. Здесь, с железом, проблем нету. Проблемы только, ну, прям, критических проблем. Проблемы, в основном, программного типа. Так что, вот, учитывая все вышесказанное, наверное, космо это единственный вариант, если вы хотите себе полноценную клавиатуру, постоянно с собой. Стоит ли она того? Ну, на мой взгляд, да. Стоит ли покупать его вам? Ну, сами решайте. Кому надо, тот купит, кому не надо, тот просто посмотрит этот видос, в лучшем случае скажет, ха, дебил, ну и ладно, пойду, Наталья снимает своими делами. А, и, кстати, забыл еще сказать про смешные нюансы. Так, финалочка будет. Я с телефоном проходил всю зиму. Телефон полностью металлический. и он боится сильного холода. У нас в Москве был, где-то, наверное, недели три прям сильный мороз. И если у устройства падает аккумулятор где-то вот до процентов 20-15, вот, то есть, ну, такую же остаточную емкость, он может просто вырубиться. Просто пороза, он такой, о, братан, напряжение низкое, я работать больше не буду, давай как-то сам. И все, просто на морозе вырубается, и все. Я помню, так раньше айфоны старые делали. Вот. Ну, то есть, видите, компромиссов много. Устройство специфическое, но оно мне реально очень нравится. Я им безумно доволен. И я предлагаю вот на такой вот положительной ноте все-таки закончить этот обзор. Так что за сим у меня все. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, пока это еще можно сделать. и всем пока.